Мясо на экспорт 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 Полтора месяца ее утрату ощущают все. Наш коллектив, больные нашего региона. С ней легко было работать. Она была очень безотказным человеком. Несмотря на нехватку времени, всегда старалась всех посмотреть. Никогда не отказывала в консультации. Что особенно запомнилось, вы знаете, она очень хорошо читала стихи Мухалина Макатаева наизусть. У нее так очень хорошо получалось. Еще короче оказалась жизнь не другого медика из областной многопрофильной больницы. Гульнур Хамитова не дожила до своих 26 лет. Выпускница Экибастузского медицинского колледжа проработала в отделении экстренной консультативной помощи всего полтора года. За это короткое время совершила 30 вылетов и оказала необходимую медицинскую помощь больным. По словам коллег, Гульнур очень любила детей и свою работу. Был конкурс желающих на это место, было несколько человек. Но она показала себя с хорошей стороны, показала свою грамотность. И мы ее приняли на работу. За все это время она себя показала только с положительной стороны. Она любила свою работу, полностью отдавалась. Коллеги погибшего фельдшера постарались найти все фотографии, где запечатлена Гульнур за время работы в отделении и собрали их в один альбом. Его они хотят подарить родителям девушки. По словам врачей, без волнения они не могут взять в руки этот альбом. А еще сложнее им смотреть в книгу регистрации приема вызовов, где сделана запись, как оказалось, последней для этих людей. Желая спасти жизнь маленького пациента, Бахаткуль Кайсанова и Гульнур Хамитова, к сожалению, не смогли уберечь и свою. В стране реализуется крупномасштабный проект развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота. В нем активное участие принимает крестьянские хозяйства Реймбехского района. Благодаря мерам государственной поддержки племенной хозяйства Руслан планирует заняться ей разведением лошадей. Уразбай Бекпатыров глава крестьянского хозяйства Руслан, который в Реймбехском районе считается одним из лучших. А ведь начинал свое дело тогда абсолютно далекий от животноводства молодой стоматолог с нескольких десятков коров, которых еще родители кропотливым трудом вырастили на личном подворье. Разводили скот, сбывали его мясо, тем самым зарабатывали на жизнь. Но с годами поняли, что надо увеличивать поголовье, да и его породные качества нужно было улучшать. Серьезным подспорьем послужило участие в государственной программе Сабага. Впервые воспользовались ее возможностями в 2011 году, говорит фермер. Получили 7,5 миллиона тенге, на которые закупили 31 корову и одного быкопроизводителя. Сейчас в хозяйстве более 300 голов племенного скота мясного направления. Вместе с увеличением поголовья появилась другая проблема – сбыт продукции. Нас волнует проблема сбыта мяса. Мы свою продукцию вывозим в торговые точки, на рынке Валматы. Иногда вообще отдаем оптам-посредникам. В общем, мы в постоянном поиске покупателей. Было бы лучше, если хотя бы в области была налажена система сбыта качественного мяса. Ведь животновод должен заниматься только разведением высокопородных животных, чтобы заготовить качественную продукцию. А заготовка качественного мяса – дело нелегкое. Чтобы 30-килограммовые телята набрали соответствующий вес – 180 килограмм – нужны два года. Как говорит уже опытный животновод Яралабикпатеров, за ними нужен особый уход, поскольку скот племенной. Особенно сложно во время отела. У нас есть специальные боксы, где держим телят до определенного времени. Самих коров в день три раза кормим. От того, какой уход, зависит и состояние животного. Стараемся, делаем все как положено. Четыре года здесь работаю, за это время все освоил. Освоить все по улучшению качества мяса хозяйству помогают ученые Института животноводства. Консультации-семинары проводятся регулярно. Необходимые для откорма животных площадки уже построены. Они рассчитаны на 170 голов. В этом году руководство хозяйства планирует принять участие еще в одной государственной программе. Буду работать по программе «Клан». Такую цель перед собой поставил. Документ уже сдал, все складывается удачно. Это же реальная помощь. Грех не заниматься разведением лошадей, когда тебе создают такие благоприятные условия. На необходимости развития мясного скотоводства и увеличения численности племенного поголовья делается ставка в нашей стране. Это направление приоритетное. И в скором времени оно должно стать экспортоориентированным. В крупномасштабном проекте активно принимают участие и фермеры Раймбекского района. Дело, которое поддерживается государством, всегда бывает выгодным. Уверены крестьяне отдаленного региона. Гульназ Мустафа, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ. О стандартах оказания государственных услуг подробно рассказывали сегодня посетителям Талдыкурганского центра обслуживания населения. Департамент по делам госслужбы организовал здесь специальную акцию «День открытых дверей». Главная ее цель – повышение качества оказания государственных услуг. Все желающие могли подойти и получить консультацию специалистов департамента. Вместо проведения акции выбрано не случайно. На сегодняшний день перечень услуг госорганов превышает 700 наименований. Большинство из них оказывает имена ЦОН. Напомним, новое министерство по делам госслужбы было создано в конце прошлого года на базе агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. А потому новое ведомство сейчас все активнее проводит работу именно с широкими слоями населения. Это поможет не только повысить правовую грамотность людей, но и положительно скажется на эффективность работы государственных органов. С целью достижения задач, поставленных главой государства, сегодня департаментом по делам госслужбы Алматинской области проводятся встречи с гражданами на тему повышения качества оказания государственных услуг. А также принимаются предложения и замечания по улучшению качества оказания государственных услуг. Какие-либо внесения изменений в стандарты, в регламенты оказания государственных услуг. Даются разъяснения по качеству, то есть их права. В ближайшее время подобные акции планируются проведение на всей территории Алматинской области, то есть в районах, городах. Кризис, связанный с переизбытком нефти на мировом рынке, скоро пройдет. В июле цена на черное золото приблизится к 70 долларам за баррель, уверяют эксперты. Подробнее об этом не только в нашем ежедневном блоке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Цены на нефть вырастут, и одно из главных признаков, по мнению экспертов, является снижение добычи черного золота американскими производителями. Уже этим летом количество добываемой в США черного золота может снизиться с 9 до 8 миллионов баррелей в день. Помимо этого, члены ОПЕК и другие страны готовы заморозить добычу. К тому же, эксперты считают, что иранская нефть не сильно повлияет на развитие ситуации в нефтяном секторе. Напомним, впервые в текущем году стоимость черного золота резко взлетели 18 февраля после заявления Ирана о том, что Исламская республика поддерживает идею о заморозке нефтедобычи. Национальный банк Казахстана наращивает запасы золота вслед за мировыми финансовыми регуляторами. Так, согласно отчету Всемирного совета по золоту, запасы драгоценного металла Нацбанка за прошлый месяц достигли почти 222 тонн, а это 26,9% от международных резервов страны. По запасам золота наша республика находится на 23 месте из 100 стран. К слову, в 2014 году в портфеле финансово-надзорного органа насчитывалось 184 тонны. Напомним, эксперты уже говорили о том, что золото станет главным активом в 2016 году. Инвесторы вкладывают деньги в инструмент на фоне нестабильности на валютных и фондовых рынках. Казахстанскую рыбу все охотнее покупают за рубежом, сообщает Хабар. Только за последние два года объемы экспорта из приораля выросли почти наполовину. Эта цифра в ближайшее время может увеличиться. В регионе запустили новый завод. Материально-техническая база предприятия позволяет хранить здесь до 300 тонн свежезамороженной рыбы. На заводе планируют выпускать до 15 видов рыбной продукции, где 70% пойдет на экспорт. К слову, на предприятии трудится сейчас 50 человек. Сегодня годовая мощность 8 рыбоперерабатывающих предприятий региона превышает 11 тысяч тонн продукции. За последние два года объемы экспорта выросли на 45%. Наладить выпуск продукции, чтобы завоевать рынок далеко за пределами Казахстана, это показатель не только экономического роста приораля, считают здесь, но и результат экологического оздоровления региона. Это были все новости экономики на сегодня. Я вновь передаю слово своей коллеге. Лаура. Спасибо, Ася. Далее наш выпуск продолжит блок международных новостей. Главное остается сенсационное заявление лидера КНДР в отношении США. Северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил, что КНДР без колебаний нанесет ядерные удары по США. Такое заявление он сделал сразу после встречи с разработчиками атомного оружия страны. Несмотря на санкции Совета безопасности ООН, северокорейский лидер потребовал от военных дальше усиливать вооруженные страны в количественном и качественном отношении. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи отмечает, что ученые добили снижения массы ядерных боезарядов и теперь способны оснастить ими баллистические ракеты. Лидер КНДР считает, что оружие массового поражения гарантирует быстрое экономическое развитие страны. В некоторых населенных пунктах ливни без остановки шли в течение 10 часов. От стихии подстрадали 10 областей страны. Уничтожены десятки домов, несколько сотен человек эвакуированы. Есть сообщения о погибших, однако их число не уточняется. Кроме того, в стране установилась аномальная жара, плюс 40 градусов. По словам синоптиков, в ближайшие несколько дней погода не изменится. Причиной катаклизма стало природное явление Эль-Ниньо. Дефиле шоколадных платьев от ведущих дизайнеров и всевозможные сладости со всего мира представлены на международном фестивале, в котором приняли участие компании из 12 стран. Пятый по счету фестиваль в России стал самым крупным. Он раскинулся на рекордно большой площади в 5000 квадратных метров. Здесь проходит множество мастер-классов и кулинарных шоу, а также лекции. Конфеты от самых модных кондитеров удивляют формами и сочетаниями. Например, соленые конфеты с сыром. А еще на фестивале самого сладкого допинга можно попробовать утку в шоколаде и оленину с шоколадным соусом. Как посчитали организаторы в прошлом году, в рамках салона шоколада использовали и продали более 12 тонн шоколада. Подборку международных новостей подготовила Эльвира Ликерова по материалам интернет-ресурсов. И вновь к новостям региона. Искоренить все родства в Казахстане и закрыть все детские дома. Именно в рамках реализации этой амбициозной цели несколько лет тому назад в республике стартовал проект «Дом мамы». Сейчас подобные учреждения для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, созданы и действуют во всех крупных городах. Успешно третий год подряд «Дом мамы» существует и в Талдыкургане. Большую поддержку его постояльцам оказывают постоянные спонсоры. Одним из партнеров проекта является компания «Технодом». На днях сотрудники самой крупной в Казахстане сети торговых магазинов посетили дом, знакомились с малышами и поздравили их мам с Международным женским днем. Подарки принимали восемь женщин, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Сегодня этот дом для этих женщин стал не только приютом спасения, но и настоящим символом надежды. Помощь здесь оказывают всем нуждающимся, матерям-одиночкам, попавшим в самую сложную жизненную ситуацию. Женщины предоставляют не только крышу над головой, но и еду, одежду и полное обеспечение для их малышей. Проект беспрецедентный. Его идейным вдохновителем является крупный бизнесмен Айден Рахимбаев. Сеть домов матерей сегодня раскинулась по всей республике. В Талдыкургане подобный кризисный центр начал действовать с февраля 2014 года. Существует проект за счет финансовой поддержки компании «Технодом». Главная миссия – не допустить, чтобы дети попали в детские дома. Проект «Дом мамы» – это крупномасштабный проект по всему Казахстану. Его идейным вдохновителем является Айден Рахимбаев. Это меценат, это бизнесмен крупный. Наш руководитель «Технодома» – это Эдуард Ким. Он является президентом компании «Технодом». Он подхватил эту идею и взял вот этот Талдыкурганский дом мамы на свое обеспечение. Поэтому компания «Технодом» является спонсором именно конкретно этого дома. На ежемесячной основе мы оказываем финансовую спонсорскую помощь, поддержку. И помимо этого нашей бытовой техникой цель проекта – это оставить ребенка с мамой. И искоренить сиротство в Казахстане. Вот это главная цель этого проекта. Сегодня в доме мамы проживают 8 молодых женщин. За почти 3 года сюда обратилось уже порядка 50 мам. По словам разработчиков проекта, приходят сюда по разным причинам. Недопонимание со стороны родителей, финансовые трудности или ссоры с отцом ребенка. Обратившимся в центр оказывают всяческую поддержку, причем абсолютно бесплатно. Помогут пройти психологическую реабилитацию, восстановят документы и даже направят на переобучение, чтобы получить новую профессию. Попадают к нам женщины с самыми разными проблемами. Принимаем всех нуждающихся, как беременных женщин, так и мам с детьми, оставшихся без крыши над головой и без средств к существованию. Прибывать женщины здесь могут до года. Помимо психологической помощи направляем женщин на переобучение. Нашим постоянным меценатом является компания «Технодом». С момента открытия сотрудники торгового центра оказывают материальную помощь. Наши женщины не остаются без внимания даже в праздниках. У проекта большие амбиции. Инициаторы уверены, что он позволит решить проблему социального сиротства в корне. По статистике, только в прошлом году проект «Дом мамы» помог уберечь от детдома около 1200 малышей. У Жанна Дельханова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талды Курган. Самую красивую девушку выбрали в Алматинской области. В городе Исик прошел финал конкурса «Бер Нинди Сен Сулу». Участницы в возрасте от 15 до 18 лет удивляли жюри не только своей красотой, но и умом, а также незаурядным талантом. Стоит отметить, что из сотни претенденток со всех регионов области в финальный этап прошли лишь 12 девушек. Кто стал главной красавицей ЖТСУ, расскажет наш корреспондент. Яркие, незаурядные, харизматичные 12 лучших участниц районных этапов не один месяц готовились к этому шоу. В финале их ожидали дефиле, самопрезентация и творческий конкурс. Помимо внешних данных и грациозности, строгая жюри оценивала артистизм и сообразительность претенденток, знания ими национальных традиций. Помимо этого, девушки проявили и свои дизайнерские таланты, выступив перед публикой в нарядах собственного изготовления. Участницы пели и танцевали, отвечали на каверзные вопросы, декламировали произведения знаменитых казахских авторов и даже показывали магические трюки. Сделать выбор, признаются члены жюри, было нелегко. По итогам конкурса звание главной красавицы края ЖТСУ, корону и один миллион тенге, пересудили Камиле Кожахановой из Жамбылского района. В числе награжденных призовыми местами и ценными подарками также жительница Сарканского района Мадина Мирханова, Назирки Али Ахбар из Балхашского района, а также участница из Гинбекши Казахского района Назымжу Моголива. Девушка, которая стала победительницей, будет участвовать в съемках телепередач в других крупных телепроектах. Кроме того, участницы, занявшие призовые места, будут сниматься в фильмах и сериалах нашего продюсерского центра. Без внимания не остались и другие участницы. Каждая из них стала обладательницей номинации, подчеркнувшей ее самый главный талант. Дина Буранбаева, Жазира Исаева, Степан Мережко, телеканал ЖИТУСУ. Не только красавица, но и умница. Рахима Газизова, студентка Казну имени Альфараби, признана одной из самых молодых и успешных бизнес-леди Казахстана. 21-летняя предпринимательница живет и учится в Алматы. Еще будучи студенткой, Рахима организовала клуб молодых предпринимателей в университете, а чуть позже открыла свой первый проект – образовательный центр в Алматы. А не так давно уже в Астане она открыла свой продуктовый магазин. И уж если Рахима берется за что-то, непременно доводит дело до конца, говорят те, кто с ней хорошо знаком. Так было и с разработкой проекта национального павильона «Астана-экспо-2017». Но и на этом она не спешит останавливаться. Уже в сентябре Рахима отправится в Лондон. Она получила приглашение от одного из британских вузов, который входит в тройку лучших в мире. А это значит, что она получит не только новые знания, но и опыт, а вместе с ним и возможности для новых проектов. 10, 20 и даже 60 тонн легко может поднять Лилия Романенко из Актау. Она машинист портального крана в морской гавани нашей страны. Работа на высоте не для слабонервных. Однако Лилия Сергеевна считает свою профессию самой романтичной, а к крану относится как к хорошему другу. Глядя на эту хрупкую женщину, даже не верится, что она способна управлять 34-метровым краном. Лилия Романенко мечтала быть стюардессой, а стала крановщицей. Стаж ее работы на высоте более 23 лет. Первые годы работала на стройке, после устроилась в морпорт. О профессии крановщика говорит, высоко сижу, далеко гляжу, да еще и с комфортом. В кабине крана действительно уютно. Летом работает кондиционер, зимой печка. Сегодня в морском порту Актау работает более 200 женщин. Из них только две крановщицы. Здесь к ним относятся очень трепетно. Бригадир Сергей Деркач говорит, что крановые девушки аккуратны, как ювелиры. Опасные грузы доверяют только им. Видео поздравительного танца воспитанника военной школы Жасулан покоряет интернет и уже успела полюбиться многим казахстанцам, передая today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан. Таким оригинальным образом жасулановцы поздравили женщин с 8 марта. На кадрах 200 воспитанников военной школы исполняют танец в стиле шафл. Таким образом ребята решили поддержать популярный мировой танцевальный тренд. Финалом зажигательного представления стала живая восьмерка, в которую выстроилось около 200 ребят. Юные уланы адресовали танцевальное поздравление с 8 марта всем матерям воспитанников военной школы, сказано в сообщении Министерства обороны Республики Казахстан. Обзор подготовила Маржан Бекишева по материалам интернет-ресурсов. Своеобразный музыкальный подарок «Милым дамам города Талдукурган» в праздничные дни преподнес эстрадный ансамбль Алматинской областной филармонии имени Суимбая. Артистами был организован яркий эстрадный концерт, в котором они исполнили самые популярные мелодии и песни современности. Зрители наслаждались одновременно и пением, и танцами. Музыкальные номера чередовались с танцевальными, создавая веселое праздничное настроение. Слушая любимые мелодии, зрители не только хлопали и подпевали, но даже двигались под музыку. Многие современные песни были посвящены прекрасному чувству, связывающему сильный и слабый пол и превращающему каждый день в праздник. Концерт прошел на ура. Нужно отметить, что это не первое выступление ансамбля. В прошлом году экстрадный коллектив также вышел на центральную улицу Талдукургана и подарил прекрасной половине областного центра свое творчество и замечательное настроение. Это уже традиция. Получается, у нас уже второй год мы проводим. В прошлом году в Сити Плюс тоже на 8 марта, в преддверии 8 марта, 6 марта также провели. Я думаю, это потихонечку превратится в традицию нашу. Это такой подарок жителям Талдукургана от Алматинской областной филармонии. Строгие костюмы учителя города Талдукурган сменили на спортивную форму и на старт, внимание, марш. Всего в рамках спартакиада преподавателей в средних школах организованы состязания по 12 популярным видам спорта. В течение всего учебного года работники сферы образования проходят испытания на скорость, логику и командную сплоченность. А кто из них самый ловкий и быстрый, выяснилось в волейбольном турнире. Этот этап спартакиады получился очень зрелищным и напряженным. 22 команды, распределенные по жеребьевке, на две группы боролись в течение недели за звание сильнейшего. Каждая сборная проявила себя как спортивная, целеустремленная и дружная в числе фаворитов среди женщин учителя средних школ номер 12, 15 и 10. Учительский пример заразителен, говорят участники. Они надеются, что на их спортивный досуг, обратят внимание, их ученики будут еще больше заниматься спортом. Нужно заниматься, что нужно даже в нашем возрасте поддерживать здоровый образ жизни. В этих соревнованиях принимают больше 20 команд. Раньше было женских команд меньше, сейчас каждым годом все больше и больше учителей принимают в этих соревнованиях участие. Хочу пожелать всем женщинам, несмотря на свой возраст, заниматься, не сидеть, выходить на спортивные площадки, на беговые дорожки, вести здоровый образ жизни. Это была последняя информация к этому часу. Я желаю вам удачи и только хороших новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok